Продолжение следует... То, в чем мы по учению святых отцов усматриваем в Боге умопостигаемое, богоприличное различие. Иное дело, общее для всех трех лиц Пресвятой Троицы божественное естество, природа. И иное дело, те три лица, которые мы исповедуем, именуя их божественными, именуя их единым истинным Богом, Отца, Сына и Святого. Для того, чтобы выразить это различие лиц божественных и божественной природы, святые отцы IV века, по преимуществу, святитель Афанасий Великий, Великий Каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Воспользовались терминологией греческой высокой античной философии, которая обогатила человечество ясными и достаточно глубокими определениями, посильными для человеческого ума, о человеке, о жизни, о бытии. И вот два глагола, имеющих, можно сказать, одинаковый смысл, как синонимы быть и существовать, Они разделили таким образом, что за существованием закрепилось понятие о божественной природе, божественном существе, общем для всех трех лиц Пресвятой Троицы. А вот за бытийностью, вслед за глаголом быть, понятие ипостаси, то есть персонального, личностного бытия, которое признается за каждым из отдельных лиц Пресвятой Троицы. Итак, божественная природа, божественное естество, существо отвечает на вопрос «что?» и принадлежит всем трем лицам Пресвятой Троицы. Тайно это превышает возможности человеческого ума. А эта формулировка зиждется на божественном откровении о самом себе. А три лица Пресвятой Троицы, именуемые Отец, причина бытия Сына и причина бытия Духа, он является источником рождения Сына и исхождения Духа. А при этом и Сын, и Дух, являясь, имея своей причиной бытия Отца, ничем не умалены по сравнению с Ним, поскольку им во всей полноте каждому и из второго и третьего лица Пресвятой Троицы принадлежит вся полнота божественной природы, той самой божественной сущности, о которой мы сказали выше. Потому за всеми тремя лицами Пресвятой Троицы имеются определения их ипостасных свойств. Ипостасные свойства — это для Отца нерожденность, для Сына предвечное рождение от Отца, а для Духа Святого предвечное исхождение от Отца. Причем способ рождения и способ исхождения для нас неведом. Мы не пытаемся проникнуть в эту тайну, чтобы не повредиться умом, а простираясь в тайны Божьи, для человеческого ума непостижимые. Как неведома нам природа предвечного рождения Сына и предвечного исхождения Духа от Отца, так неведома нам и нерожденность Отца, его бытие вне времени и пространства, его состояние сущего подлинного бытия, вечного и ничем не ограниченного, которое характеризует его божество. Таким образом мы исповедуем, и это главный догмат нашего православия, Бога Троицу Единого в посущности своей и Троичного в лицах Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok